Добрый вечер! Здравствуйте, товарищи! Сегодняшнее сентябрьское воскресенье оказалось напряженным для средств массовой информации всего мира. Внимание телеграфных агентств, телевидения, прессы было приковано к Хельсинки, где сегодня проходила встреча президентов Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Еще не зная результатов семичасовых переговоров, газета «Вашингтон-Пост» предсказала в своем утреннем выпуске. Сегодняшняя мини-встреча в Верхах представляет собой самый резкий разрыв с периодом Холодной войны, когда Москва и Вашингтон неизбежно оказывались на противоположных сторонах. Насколько сбылись прогнозы американской газеты? Оправдались ли надежды мирового сообщества на хельсинские переговоры? Ответ на это в какой-то степени дает хроника встречи в столице Финляндии. Вчера поздно вечером стали известны первые итоги хельсинских встреч. Представители советской делегации рассказали, что между Горбачевым и Ковиста был очень откровенный и искренний разговор. Прежде всего это касается экономических отношений, тем более что у нас грядут кардинальные перемены. Важная тема экологическая. Это касается Кольского полуострова всего Североевропы. Беседа показала, что у Ковиста и Горбачева одинаковые взгляды на европейский процесс и на кризис в Персидском заливе. Короче говоря, это была беседа двух доверяющих друг другу людей. А так начинался сегодняшний день в Хельсинки. По мнению президентов двух крупнейших стран мира, именно 9 сентября 1990 года может многое измениться на планете. Еще задолго до встречи журналистов предупредили, что президенты не будут отвечать на вопросы во время протокольных встреч, фотографирования. И сегодня рано утром репортеры хотели узнать хотя бы настроение Джорджа Буша, когда он приехал для начала переговоров. Вот это улыбка была ответом. Реакция Михаила Сергеевича Горбачева на шумные дружные вопросы была такой. Мы оптимистические сегодня утром. Так. И завтра. Во времена Холодной войны конфронтация порождала конфликты между нами. А сегодня пожар на планете заставил протянуть друг другу руки. Михаил Сергеевич Горбачев передал Джорджу Бушу вот эту картину. Шарж на тему Холодной войны. Победители президенты. Кстати, изображены они не без юмора. А судья им вся планета. В живописном месте проходят встречи. Дворец на берегу залива. На набережной сотни туристов, журналистов, много людей, пришедших ради встречи. Их вышли приветствовать президенты. Правда, через бронированные стекла, которые установлены по настоянию американской страны. Приветствия и улыбки закончились, и начинается работа. В первом туре переговоров принимает участие крайне ограниченный круг лиц. Но встречи двух лидеров стран – это не только переговоры. Это совершенно особая атмосфера в городе. В первой половине дня, когда руководители двух стран начали переговоры с глазу на глаз, журналисты пытались использовать каждую возможность, чтобы узнать, что же происходит за закрытыми дверями, определить настроение президентов, и таким образом попытаться предсказать степень успеха всей встречи. Примерно к 12.30 закончилась первая беседа, и Михаил Сергеевич Горбачев, Джордж Буш, финский президент Мауна Койвиста, в резиденции которого проходит встреча, а также супруги президентов, вышли в небольшой зал, дав возможность сделать для истории очередную страничку фото и кинометописи. Наиболее нетерпеливые попытались получить ответ на свои вопросы. Мы их суммируем и на пресс-конференции ответим. Но вы на логу переговоры? Хорошие вопросы содержатся. В связи с вторжением Ирака в Кувейт и его продолжающейся военной оккупацией президенты СССР и США выступили с совместным заявлением. В нем, в частности, говорится, мы предпочитаем мирное урегулирование кризиса и будем занимать единую позицию против агрессии Ирака. В то же время мы полны решимости добиться прекращения агрессии. И если предпринимаемые сейчас шаги не приведут к этому, мы готовы рассмотреть возможность дополнительных шагов в соответствии с уставом ООН. Мы должны продемонстрировать самым убедительным образом, что агрессия не может приносить выгод и не принесет их. Полностью совместное заявление президентов СССР и США будет опубликовано в печати. Совместная пресс-конференция советского и американского президентов стала хорошей возможностью получить оценку результатов встречи от ее непосредственных участников. Пресс-конференция из Дворца Финляндия непосредственно транслировалась по каналам советского, американского и финского телевидения. Ее могли видеть в десятках стран. До начала пресс-конференции журналисты получили совместное советско-американское заявление в связи с вторжением Ирака в Кувейт, которое содержит согласованную позицию по данной проблеме. В ходе встречи с журналистами Михаил Сергеевич Горбачев опроверг утверждение о том, что имеется определенная увязка между позицией СССР в отношении конфликта в Персидском заливе и вопросами экономического сотрудничества СССР-США. Я бы не хотел, чтобы из ответа президента Буша складывалось такое мнение, что Советский Союз будут примировать той или иной суммой за то или иное поведение. Мне думается все. И то, что мы действуем в острой ситуации, находим решение, такое, которое бы удовлетворило и, главное, обезопасило нас всех от взрыва, так в этой ситуации становится нормальным элементом сотрудничества, новое сотрудничество в новых формах и в торговле, и в экономике, и в технике, и в обменах человеческих. Все это элементы нового периода, мирного периода, в который мы только вступили и который мы еще осваиваем. Было бы очень поверхностно, упрощенно так судить, что можно Советский Союз купить за доллары. Хотя я должен сказать, мы сейчас рассчитываем на сотрудничество, на этом очень серьезном этапе крутых, глубоких перемен, реформирования нашей экономики. Это нормально. Отвечая на один из острых вопросов, связанных с ситуацией в Персидском заливе, американский президент заявил. Я весьма одувстворен тем, что арабские государства, Лига арабских государств, высказали свое осуждение Саддама Хусейна. Он пытается превратить это в соперничество между арабским миром и Соединенными Штатами. А если вы посмотрите, насколько ненадушно Организация Соединенных Наций осудила его, то у него ничего не получится. Арабским государствам предстоит сыграть ключевую роль. Многие арабские государства выступили в защиту Саудовской Аравии. Сирия, Марокко, Египет, не говоря уже о странах залива. Так что речь не идет о том, что Саддам Хусейн вместе с арабским миром выступает против США, а скорее Саддам Хусейн выступает против Организации Объединенных Наций и большинства стран-членов Лиги арабских государств. И это исключительно важный момент, который я постоянно буду подчеркивать. Только что мы получили еще один репортаж из Хельсинки. Существует на встречах и вторая программа. Жены трех президентов, первая леди стран, говорят, что официальные протокольные церемонии очень утомительны, тысячи глаз, объективов следят за ними. Но совершенно невозможно пройти равнодушно мимо людей, которые под моросящим дождем подолгу ждут. Вот так, например, встречали жены президентов у библиотеки Хельсинского университета. Здание это стоит рядом с главным собором города. Их фризы расположены на одном уровне. Это как символ того, что в Финляндии к книгам относятся, как к религии. Встречал гостей и показывал все эти сокровища президент университета. Эта библиотека – часть знаменитой на весь мир Хельсинской славянской библиотеки. С давних времен два экземпляра всех книг, издаваемых в России, присылались сюда. Здесь есть книги, которые уже утеряны в нашей стране. Особая галерея для выставки книг. Такая же есть в США, но Барбара Буш отметила, что это удобнее. Раиса Максимовна Горбачева поблагодарила сотрудников и Тейлера Ковеста за то, что в Финляндии с такой бережностью относятся к русской культуре, к нашим книгам, истории. В этом зале гостям показывали древние карты. Среди них есть как старинные карты Америки, так и России. Подписи в книге почетных гостей. Эта книга тоже уже история. И как отметили хранители, подписи – подарок к 350-летию университета. Когда официальная, тщательно подготовленная и взвешенная повестка дня была исчерпана, супруга советского президента поехала осмотреть город с минимумом сопровождающих лиц. Это было вне всяких планов. На Сенатской площади сначала было все спокойно. Но когда на ступеньках собора Раиса Максимовна среди туристов встретила шефа протокола Белого дома, господина Рида, он был даже несколько смущен. Вы говорите, все дороги... Честно говоря, вы поймали нас за неприглядным занятием. Нам-то надо было выйти на работе. Появились телекамеры, журналисты и начали собираться люди. Многие, особенно молодежь, хотели пожать руку, говорили, что знают о наших внутренних сложностях, но считают, что все это временные трудности. Даже иногда казалось, что за границей в нас верят больше, чем мы в себя. И еще одно интересное место Хельсона. Это единственная в своем роде церковь лютеранской общины, вырубленная в скале. Руководитель международной общины лютеран никак не ожидал увидеть здесь супругу президента Советского Союза. Он от смущения даже просил передать привет госпоже Барбаре Буш. Африканцы, американцы, все эти люди были искренне рады. Посмотрите на их лица. Человеческие контакты столь же дороги, как и политические. А теперь тема, которая заняла, пожалуй, главное место на советско-американской встрече. Это конфликт в зоне Персидского залива. По сообщению французской телекомпании Антен-2, Ирак с сегодняшнего дня прекращает авиационное сообщение с Иорданией по ее просьбе. Причина в том, что страна не в состоянии справиться с огромным наплывом беженцев из Ирака и Кувейта. В трех лагерях на территории Иордании находятся 80-100 тысяч человек. И в условиях сильной жары, нехватки продовольствия, воды и медикаментов не исключено возникновение сильных эпидемий. Арабские лидеры продолжают интенсивные попытки согласовать формулу урегулирования кризиса в Персидском заливе. Прибывший в Саудовскую Аравию личный представитель ливийского руководителя Каддафи Мустафа Харуби вручил королю Фахту личное послание Каддафи. В нем содержится план урегулирования кризиса в заливе. В соответствии с ним Ирак должен вывести войска из Кувейта. В обмен на это Кувейт отдает Ираку имеющееся стратегическое значение, имеющий остров Бубиян и свою часть нефтяного месторождения Румейла. Как сообщило ливийское агентство Джана, король Фахт приветствовал ливийский план урегулирования. Сегодня в связи с официальным визитом в Тегеран прибыла делегация Ирака, возглавляемая министром иностранных дел Тариком Азизом. Это первый визит иракской делегации на таком уровне в Исламскую республику Иран. Он стал возможным только после принятия Ираком в прошлом месяце условий, выдвинутых Ираном по прекращению почти десятилетней войны между двумя странами. Иранская печать считает, что переговоры будут сосредоточены на перспективах развития ирано-иракских отношений и установлению прочного мира между двумя странами. Теперь о других международных новостях, поступивших к этому часу. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер не исключила того, что она сохранит за собой нынешний пост и после следующих парламентских выборов. Она заявила, что обязана привести консервативную партию к победе. Расходы Кубы на оглушение подрывной американской телестанции ТВ Марти в тысячу раз меньше суммы, затрачиваемой Вашингтоном на осуществление электронной агрессии против республики, заявил член секретариата ЦК Компартии Кубы Карлос Альдана. Более 300 кубинских специалистов были награждены орденами и медалями. Они участвовали в работе по созданию помех передачам антикубинской телестанции. К обеспечению безопасности пассажиров и сохранности грузов обязывает предприятие транспорта первый в истории КНР закон о железных дорогах. Документ определяется статус национальных железных дорог как высоко централизованной транспортной системы. Закон вступит в силу 1 мая будущего года. Специально объединенные бригады варшавской полиции, московской и ленинградской милиции будут совместно бороться против преступного мира Польши и Советского Союза, который формируется в международную мафию. Такое решение принято на состоявшейся в Варшаве первой встрече криминалистов советской и польской столицы. В Джакарте сегодня открылась очередная неформальная встреча по Камбодже. В ней принимают участие председатель Совета министров государства Камбоджа Хунсен и представители трех группировок оппозиции. После заключительных консультаций с сопредседателями Джакарской встречи представители камбоджийских сторон заявили, что готовы принять пакет документов, подготовленных постоянными членами Совета безопасности ООН, как основу урегулирования. Перемены в странах Восточной Европы коснулись не только политики, экономики, культуры. По решению нового руководства в ряде государств изменяются названия городов, улиц, станций, метро, сносятся привычные для жителей монументы, отменяются одни и вводятся новые дни празднеств. Видеорепортаж из Софии. Впервые за последние десятилетия годовщина победы антифашистского восстания отмечается в Болгарии как негосударственный праздник. Начался он многотысячным митингом Болгарской социалистической партии на площади, носящей имя 9 сентября. Затем были возложены цветы к памятникам неизвестному солдату, советской армии и к братской могиле. После митинга в Парке Свободы состоялись народные гуляния. 9 сентября – день рождения Корейской народно-демократической республики. Государство, образованное в 1948 году на севере Корейского полуострова, провозгласило своей целью полную победу социализма. И все эти 42 года, невзирая ни на какие перемены во внешнем мире, с невероятным упорством народ республики борется за достижение распоставленной цели. День рождения республики – это праздник. А в празднике люди отдыхают. Сегодня мы решили познакомить вас с теми, кто был свидетелем рождения КНДР. Мне 75 лет, говорит бабушка Чан Хасоль. Молодость моя прошла до освобождения. Но вот пришел полководец Кимирсен, освободил страну и дал нашему народу счастье, которого не было у корейцев тысячу лет. Тогда я тоже видела советских солдат Красной Армии, разговаривала с ними. Сейчас живем мы и не знаем никаких забот. И как детей в школе поучить, и как в больнице подлечиться. Ни о чем не беспокоимся. В год провозглашения республики плоховато жил народ, говорит дедушка Ливан Ман. Сейчас наша жизнь не идет ни в какое сравнение с тем, что было тогда. Найдется ли в мире такая страна, где бы жилось так счастливо, как нам? Думаю, что нет. Вождь и партия заботятся о нас, пенсионерах, до самой смерти. И пропитание дают, и деньжат на жизнь хватает, и в больнице бесплатно лечат. Послушал я стариков и вспомнил, ведь президент страны Ким Ир Сен говорил на сессии Верховного Народного Собрания почти то же самое. Мы не можем сказать, что ныне наш народ живет зажиточной жизнью, но он не знает тревог о своей жизни. Все одинаково живут счастливо. Гельмут Коль высказался за участие Бундесвера в деятельности Международных сил ООН по поддержанию мира. Он заявил, что дебаты об изменении основного закона ФРГ, запрещающего в настоящее время участие Бундесвера в операциях за пределами национальной территории и вне зоны ответственности НАТО, обязательно должны состояться после выборов в общегерманский парламент 2 декабря текущего года. Находящийся в Руанде Папа Римский Иоанн Павел II призвал международное сообщество помочь крестьянам развивающихся стран, установив справедливые цены на производимую ими сельскохозяйственную продукцию. Крестьяне составляют более 80% 7-миллионного населения Руанды. Папа Римский призвал также проявить сострадание ко всем жертвам СПИД и выразил надежду на то, что ученые найдут лекарства от этой болезни. По оценкам экспертов, около 40% молодых горожан в ряде районов Центральной Африки являются возможными носителями вируса СПИД. 60 человек погибли и 170 получили ранения в результате кровопролитного столкновения между враждующими палестинскими группировками на юге Ливана. В распространенном сообщении Организации освобождения Палестины говорится, что бойцы верные Арафату полностью ликвидировали военное присутствие группировки Абу Нидаля под Сайдой и установили там свой контроль. Однако военные столкновения в районе города Сайда продолжаются. Все-таки это очень хорошо, что наступило время, когда мы без всякой предвзятости можем судить о том, как живут, трудятся, учатся, отдыхают люди за пределами нашей страны. Ушло время только поучать. Пришла пора учиться, брать на вооружение ценный опыт других там, где он заслуживает внимания. Тем более, что первый репортаж из Мадрида посвящен проблеме хлеба насущного, больной нынче для многих наших городов и сел проблеме. Типичный хлебный магазинчик в Мадриде, где можно купить до 40 видов хлебобулочных изделий. Хлеб свежий. И, как говорит, если не ошибаюсь, Жванецкий, корреспондент утверждает, что вкусный. Правда, могу сообщить, что работники Криворож Стали через несколько месяцев смогут в этом лично убедиться. Предприятие купило небольшой хлебный завод, подобный вот этому, который обеспечивает булочную своей продукцией. Заводом его, пожалуй, и назвать нельзя, но на нем два парня за 8 часов работы выпекают 6 тысяч батонов. Подобные установки получают все большее распространение в Испании и появляются не только рядом с хлебными магазинами, но и в крупных универмагах. И все-таки не они господствуют на хлебном рынке в Испании, а вот такие, в общем-то, тоже небольшие хлебозаводы. Обратите внимание лишь на одну деталь, беду многих наших хлебозаводов. Ручной труд здесь применяется только при загрузке теста на линию выпечки. Да и тон, как видите, не столь уж труден. Все остальное механизировано. Вручную, правда, лишь еще упаковывают готовую продукцию. Обслуживает одну такую линию три человека. И ее производительность пять тысяч батонов в час. Три таких линии выпекают хлеба за сутки на 200 тысяч человек. Правда, по испанским нормам. А испанцы едят хлеба меньше, чем мы. Батоны легкие, не более 300 граммов. Значит, вы можете взять столько, сколько вам нужно на день, и черствый хлеб не придется выбрасывать. Наверное, есть смысл поинтересоваться этим оборудованием и этой технологией. Ну, а испанцы, как уверяет председатель Ассоциации Испанских Хлебопеков Марселина Хиль, продавший первый хлебозавод в Кривой Рог, полны надежд на сотрудничество с нашей страной. Это немаловажно, тем более, что испанское оборудование стоит, как правило, на 15-20% дешевле оборудований других западных стран. И батоны из нашей муки на нем, а здесь это пробовали, тоже получается очень вкусным. Пресловутые первые этажи. Сколько о них у нас в Советском Союзе пишут и говорят. Как их использовать, что в них размещать. Небольшая парижская улочка. За несколько минут первые этажи ее помогут вам сделать очень многое. Купить лекарства в аптеке, заказать очки, посмотреть и подобрать платье или костюм, зайти в продуктовый магазин, узнать, какие предлагаются книжные новинки. Ну, а по пути можно постричься или же просто уложить волосы. А здесь же под боком и прачечная. При ней небольшая лавка. Там продаются пуговицы, нитки и всякая мелочь. Дальше фотомагазин. Он же студия и мастерская. На углу кафе, а чуть выше еще одно. Удобна ли такая улица? Несомненно. Так и хочется сказать. Все для человека, все во имя человека. И действительно, в обеденный перерыв или когда что-то нужно быстро сделать, вы найдете здесь почти все необходимое. Вас, конечно, заинтересует, где же офисы и конторы. А здесь же, в тех же самых домах, только они здесь очень плотно упакованы и занимают всего лишь один подъезд. Вот так. Ведь, в конце концов, наверное, магазины и различные услуги людям важнее, чем офисы и конторы. И снова о событиях в нашей стране. В Казахстане проходит международный марш мира, который не имеет ничего общего с традиционной отвлеченной пропагандой, а преследует очень конкретные цели. Эта совместная акция организована общественными движениями «Невада-Семиплатинск, Казахстан», «Поход за мир» в США при участии миротворческих организаций ФРГ и Японии. Основные цели марша мира определяет девиз, под которым он проводится «За мир без полигонов, за возрождение земли». В течение почти трех недель его участники рассчитывают пересечь шесть областей республики Чемкенскую, Джамбулскую, Алма-Атинскую, Карагандинскую, Павлодарскую и Семипалатинскую. Конечно, марш мира по земле Казахстана это своеобразный марш-протест против более чем сорокалетнего атомного эксперимента в Семипалатинске, против социальной запущенности достигших уродливых размеров в этом и других регионах республики. Но все же его цели гораздо глубже. Это прежде всего пропаганда идей экологической реабилитации среды обитания, приобщения к активной практике международных миротворческих и экологических движений. Насколько же реальны эти цели? Я считаю, что все реально, что начинается народом. В настоящее время народная дипломатия дает больше, чем даже правительство дипломатии. Для нас это даже не просто марш мира, это не просто речи. Для нас это работа, в итоге которой мы хотим добиться закрытия полигона не только в Семипалатинске, который уже сейчас не функционирует в настоящее время, но и добиться закрытия полигона в штате Невада. Но вообще наша цель, конечно, не только полигоны в Семипалатинске и Неваде, а полигоны во всем мире. В Дни марша мира, кроме вот таких митингов и манифестаций, его участники будут оказывать помощь труженикам сел республики, проводить акции милосердия, примут воззвание, адресованное к народам земли. Мы решительно пересматриваем свое еще недавно нетерпимое отношение к прошлым традициям, обычаям, учреждениям. Так что не очень удивляет, что сегодня в одном из районов столицы, за Москворечи, начались занятия в церковно-приходской воскресной школе. Это был настоящий праздник. И стоит ли его сравнивать с таким привычным первым днем учебного года в обычной школе? Здесь все торжественно и в то же время удивительно необычно. И место сбора детей, территория Никола Кузнецкого храма, и будущие наставники, и педагоги в рясах, и это шествие к месту учебы. Возглавили его священнослужители и алтарники, за ними детский хор, преподаватели и, наконец, сами виновники этого маленького торжества дети и их родители. Шествие заполнило всю улицу от края до края. В этом году занятия будут проходить в здании обычной московской школы по соседству с церковью. И это, безусловно, лучше, чем тесные подвалы храма, где ютились дети в прошлом учебном году. Школа. У парадного входа были совершены традиционные церковные обряды. И вот, наконец, сами занятия. Правда, начались они не как в обычной школе, с молитвы. И не беда, что не все еще ее знают наизусть. Более 350 детей от 6 до 14 лет будут приходить в эти классы по субботам и воскресеньям. Всего 25 групп. Заметьте, в каждой не более 15 человек распределены по возрасту. В течение полутора часов малышей и взрослых детей преподаватели и священнослужители будут обучать дисциплинам, о которых мы знаем разве что по книгам. Лекции по закону Божьему, Ветхому и Новому Заветам, истории христианских праздников и основам церковного языка, по истории российского государства и многое-многое другое. Прежде всего нравственное воспитание, потому что мы считаем, что это не заменит бывшую церковно-приходскую школу, но это воспитание, во-первых, человека верующего, его воцерковление. Мы желаем, чтобы это не только были призывы, не только уроки, главный образ воздействия на душу, на ум молодых людей. А что же думают о воскресной школе ее ученики? Мне кажется, надо сходить в эту воскресную школу, больше узнаешь, А родители? Меня привело сюда первое. Я хочу, чтобы дети научились добру. В общем-то, вчера у нас был такой случай, вот мой сын сидит, если вы покажете, он был избит мальчиком. Даже, в общем, очень жестоко. Вот, и это тоже меня побуждает привезти моего сына сюда. И я хотела бы, чтобы многие родители привели своих детей в такие воскресные школы. Надо нам учиться добру. Сегодня в Риге завершился международный фестиваль органной музыки. Это были особенные дни органной музыки в Латвии. Они получили название «Перекличка», потому что впервые 10 дней Рига, Лепая, Кудыга, Цессис, Яунпия, Балга, Угале слушали известных органистов своей республики Италии, Швеции, США, Польши, Германии. А 1 сентября состоялся настоящий музыкальный марафон. 18 латышских органистов, посвятивших себя служению королю инструментов, выступили в Домском соборе. В этом концерте, начавшемся в 3 часа дня и завершившемся в полночь, участвовали студенты консерватории и призеры международных конкурсов. Музыканты такого высокого класса, как Ольберт Цинтинш, первый органист нашей страны в достойной чести играть в соборе Парижской Богоматери. В глубокой древности истоки богаты органной культуры Латвии. Седые соборы и церкви дошли до нас из 13, 15, 16 веков. К сожалению, с 250 метров до звучавших здесь органов осталось около 20. Нынешний фестиваль, организованный Латышским фондом культуры, Лютеранская и Католическая церковь, и ставит своей целью приблизить органную музыку к народу, привлечь внимание к подготовке органистов, специалистов к ремонту этого сложнейшего инструмента. Сегодня в Одессе открылся фестиваль Золотой дюк 90. Золотой дюк в кинофестивале независимый. В этом году он лишен части прежней пышности и представительности во многом благодаря любезности Госкино СССР, которая в последний момент от участия в фестивале отказалась. В эти минуты, когда вы смотрите наш репортаж, учитывая разницу во времени между Москвой и Одессой, в Театре оперы и балета проходит церемония торжественного открытия фестиваля. Но, собственно, он начался еще утром, и мы показываем вам, как открывался его зрительский центр. Здесь пройдут все основные конкурсные и внеконкурсные просмотры, будет заседать жюри, организован пресс-центр, а первыми зрителями первого благотворительного сеанса стали воспитанники Одесских детских домов, дети-сироты. Они посмотрели и тоже первыми новую работу Центра фильмов для детей и юношества Ролана Быкова «Золотая шпага». А нужен такой вообще фестиваль, фестиваль жанров, как вы считаете? Очень. Это то, чего нет в нашем кинематографе. В нашем кинематографе существует два жанра повесть и обозрение. У нас даже если комедия, это все равно обозрение или повесть. У нас же даже если исторический фильм, все равно повесть или обозрение. То есть это фестиваль дефицита. Я думаю, что дефицит главное слово в нашей стране и фестиваль дефицита это по-моему замечательно. Что же касается программы кинофестиваля, то помимо собственных кинопросмотров по сравнению с предыдущими дюками, в ней тоже дефицит на разного рода события и мероприятия. Но тем не менее будет свободный кинорынок, открытие Всемирного клуба одесситов, честнее Георгия Данелия, ему недавно исполнилось 60 лет и надеемся многое-много другое, о чем мы расскажем вам в своих репортажах из Одессы. Уходит сентябрьская неделя, которая оказалась столь богата на события как внутри страны, так и на международной арене. Неделя, увенчавшаяся встречей президентов СССР и США. А что нас ждет в ближайшие 7 дней? Уже в понедельник в Москве откроется четвертая сессия Верховного Совета СССР, а в Женеве начнется работа Советско-американской постоянной консультативной комиссии. Не сомневаюсь, что и в среду 12 сентября к нашей столице будет приковано широкое внимание. Здесь состоится четвертый раунд переговоров министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ по урегулированию внешних аспектов строительства немецкого единства. Ожидается, что участники переговоров по формуле 2 плюс 4 подпишут договор по проблемам безопасности в связи с предстоящим объединением Германии. В этот же день в Нью-Йорке откроется совещание государств участников Международного пакта о гражданских и политических правах. В Эгами близ Лондона будет заседать 40-я Погоужская конференция, которая на сей раз пройдет под девизом «К безопасному миру в 21 веке». И, наконец, 16 сентября сессия Международного Олимпийского комитета в Токио примет новую Олимпийскую хартию и определит место летней Олимпиады 1996 года. Добрый вечер. На чемпионате мира по вольной борьбе в Токио наши спортсмены выиграли 4 золотые медали. К двум завоеванным накануне сегодня они прибавили два титула чемпионов мира. Это были победители Олимпиад Мухарбек Хадарцев из Владикавказа и Тбилисец Давид Гобеджашвили. Прекрасно выступили на европейском турнире Мастерс советские гимнастки. Речь идет о художественной гимнастике. Оксана Скалдина стала абсолютной победительницей турнира. Следом за ней завершило состязание Оксана Костина. Обе они опередили гимнасток из Болгарии своих постоянных соперниц. Сенсационно завершился чемпионат США по теннису. Аргентинка Габриэла Саботини, которая постоянно в течение последних четырех лет вступала в отчаянные сражения с первой ракеткой мира Штефи Граф на этот раз наконец умела победить ее и впервые оказалась сильнейшей в турнире Большого шлема. Что касается мужских состязаний, то сегодня там в финал встречаются американцы Андре Агаси, он вывел из борьбы Бориса Бекера и Пит Сампрос. Он победил Джона Макенруэ. В эти минуты на старейшем московском стадионе Динамо гонки при свете прожекторов. Оспаривается большой приз Моссовета. Кроссы на стадионах и даже в залах под крышей давно и прочно пользуются широкой известностью и популярностью в разных странах. К сожалению, мы, как всегда, вновь опоздали, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Превосходная инициатива совместного предприятия Тайс Спорт и Московского комитета ДОСАФ для вновь возрождающегося в нашей стране мотокросса это хороший импульс в развитии гонок по пересеченной местности и возвращению наших мотоспортсменов на мировые трассы. Накануне победителем стал киевлянин Александр Морозов. Кстати, он получил за победу 8 тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Сумма по нашим меркам значительная, но не будем забывать, мотокросс стал в нашей стране на профессиональной рельсе. А профессионализм это не только деньги, это великолепная организация состязаний, это современнейшая технология и, конечно, в первую очередь борьба за надежность. Так, сегодня англичанин Деррик Ворвик уже на старте, потерпев аварию, целый невредим выкарабкался из обломков своего автомобиля и бросился занимать место в запасном. А на этапе Формулы-1 на трассе Мон все шло по сценарию Айртона Сенна, который ушел первым на дистанцию на своем Макларене и не дал никому приблизиться к себе, одержав 26-ю победу на этапах и 6-ю в нынешнем сезоне, где он лидирует в общем зачете. У нас в стране сегодня несколько матчей на чемпионатах страны по хоккею и футболу. Так, на хоккейном первенстве с одинаковым счетом 4-2 торпедовцы из Нижнего Новгорода победили армейцев Ленинграда, а их одноклубники из Ярославля в гостях клуб Итили из Казани. Во встрече Усть-Каменогорского торпеда и Сокола ничья 3-3. В двух пропущенных матчах чемпионата страны по футболу, сыгранных сегодня счет одинаковый 1-0. Так, Памир выиграл у металлиста, а Арарат у черноморца. Забить 3 мяча в течение матча известно к этому стремится каждый. Это удалось полузащитнику Тоттенхэма и сборной Англии Паулю Гескоину в чемпионате его страны в матче против клуба Дерби. Это были красивые, мощные удары, которые не смог парировать сам Питер Шелтон, знаменитый голкипер сборной Англии. Награда победителю благодарность со счетом 3-0, что было гораздо приятнее игроку, чем, например, скромные жесты благодарности соперников после неудачно выполненного пенальти, которыми вынужден был довольствоваться нападающий Андерлехта Макси Кларен в чемпионате Белки. Клуб Брюге сохранил ничейный счет в гостях, главным образом благодаря Галкиперу. Как сообщили наши корреспонденты в Хельсинки, Михаил Сергеевич Горбачев отбыл на родину. Перед отлетом он дал интервью советскому телевидению. Оно будет передано сегодня в специальном выпуске. А вот что сообщает Гидрометцентр СССР. 10 сентября на большей части Европейской территории Союза будет прохладно. Температура днем ожидается в Эстонии 12-16 градусов, временами дождь. В Латвии 12-17 также дождь. В Литве от 13 до 18 кратковременный дождь. В Белоруссии 10-15 временами дождь. На Украине 14-19 градусов дождь. В Молдове 18-23. В Центральном и Центрально-Черноземном районах от 13 до 18 временами дождь. На Северном Кавказе от 20 до 25 дождь. В Ленинграде 14-16 без осадков. Сегодня в Москве в спорткомплексе БИЦА Международный дом народных традиций Фонда народной дипломатии в рамках своей программы «Истоки» провел праздник для советских и иностранных журналистов. Вот так радушно встречали сегодня здесь гостей. Этот праздник мы проводим второй раз и намерены возвести его в традицию. Ну, правда, планировали проводить его, этот фестиваль журналистов, два раза в год, летом и зимой, но, увы, не хватает пока пороху. И так как наш дом международный, мы своим праздником хотим раздвинуть границы и провести следующий в Италии. Было приятно встретить здесь многих моих коллег, с которыми я познакомилась на таком же празднике в прошлом году в спорткомплексе выставочной. Торжественное же открытие к общему удовольствию было коротким и деловым. Спортивные соревнования, выступления популярных артистов, всевозможные аукционы, вкусный, душистый, настоящий узбекский плов. Вот неполная программа, которую предложили сегодня своим гостям организаторы этого праздника. И еще что бы мне хотелось сказать. Этот праздник стал днем рождения Международного неправительственного пресс-агентства Фонда народной дипломатии. И очень бы хотелось, чтобы ассоциировал это агентство, соединяло не газеты, журналы и телевидение разных стран, а журналистов, людей, которые там работают. Завтра в Москве преобладание облачной погоды временами дождь. Температура ночью 8-10 по области 6-11 днем, 14-16 по области 13-18 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok